Островляем! 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 Дорогие зеленоградцы, прежде всего не подозревайте, что я приехал в канун 1 февраля специально. Я просто виноват перед вами, что после достаточно регулярных встреч вдруг произошел большой разрыв, и я еще в должности председателя Верховного Совета Российской Федерации с вами здесь не встречался. Это, конечно, моя вина, я каюсь и знаю всегда такую мощную поддержку, такой мощный заряд, который получаешь от встреч с зеленоградцами. В такой тяжелый сейчас период надо было с вами именно встретиться. Я бы хотел остановиться на ряде вопросов. Встреча деловая. Я бы хотел, чтобы все-таки знали правду и не обвиняли по всей России специально организованными, конечно, со стороны определенных партийных групп, да и органов безопасности, в кампанию по дискредитации Российского Верховного Совета и его председателя. «Опять парилась грязь, это уже знакомо, это было, мы с вами это пережили, но вот снова сейчас такая ситуация. И надо опять как-то прорваться через эту блокаду. Мало у нас зеленок еще. Российская газета всего 200 тысяч, газета «Россия» тоже столько же, а другие газеты почти все партийные, они поэтому только одну сторону освещают. Телевидение вообще стало, понимаешь, одноцветным, даже по стоимости цветного телевизора. Поэтому, думаю, что как раз встреча и будет таким прорывом вот в этой, может быть, дезинформации или недостатке информации, которая распространится через средства массовой информации не только на Россию и не только на нашу страну. Какие же главные проблемы сейчас стоят? Главная проблема – это огромные препятствия на пути реформ. Мощные силы мешают идти по реализации реформ, создают препятствия, и их надо преодолевать. Этим приходится заниматься постоянно. Вместо того, чтобы заниматься постоянно разрешением проблем, которых, скажем, в Селинограде сегодня рассказывали мне, тоже достаточно. Приходится заниматься проблемами, приходится заниматься отстаиванием суверенитета России, поскольку это принципиальный вопрос, и каких бы давлений не было, каких бы ударов не было, каких бы оскорблений не было, все равно суверенитет России мы центру не оттадим. Работа нового парламента российского правительства началась, когда перестройка пошла по нисходящей линии, цели, которые вначале провозглашались, потребовали гораздо больших жертв от командно-бюрократической системы, чем те, на которые она оказалась способна. Вот в чем вся проблема оказалась. Все время пытались убить двух зайцев и провести реформы, и сохранить свое прежнее положение этой системы. И реформу провести, и систему сохранить. Это безнадежно. Поэтому постепенно начало приходить понимание, что такой вариант, в принципе, невозможен. Именно в этот момент и начали действовать новые органы власти России, новый Верховный Совет, новое правительство Российской Федерации. И мы столкнулись с постоянным ухудшением политической ситуации в стране. Шел буквально откат центра союзного от провозглашенных ими позиций с 1985 года. Второе. Развертывание массированного давления органов власти России. Третье. Непринятие программы 500 дней. Это был мощнейший удар, причем рассчитанный удар. Сначала за подписью Горбачева, Ельцина, Рыжкова и Силаева подписывается задание на то, чтобы эта программа была сформирована специальной интеллектуальной умной группой Шаталина-Явринского. И было дано слово президентам, глаза в глаза, что мы будем драться за эту программу. И потом отказ президента от этой программы. И принятие союзного, аморфных, основных направлений. С этими основными направлениями мы с вами так лет 30, уже 40 знакомы. И самое главное. В этих основных направлениях пусть каждая республика выбирает какую программу. Разве можно при союзном рынке, при единой экономической системе каждой республике свою программу осуществлять? Да это просто химера какая-то. Это невозможно. И тем не менее, все-таки пошли на это. Именно на то, чтобы подорвать устои России. Потому что она стояла за эту программу. Она стояла потому, что эта программа все-таки была трудна, но реалистична. Не безошибочно, но та, которую можно было ошибки не поправить. И самое главное, это программа, которую можно было снизу все время контролировать. Прошло 100 дней, она вся напечатана программа, и народ видит. А, 100 дней прошло, что намечалось, что сделано. Еще 100 дней, опять контроль. 50 дней контроль. 300 дней контроль. И так далее. Все разрушено. Сейчас, что будет, когда будет, неизвестно. Основные направления лучше всего, конечно, всегда до 2005 года. Квартира в 2000 году, программа до 2005 года. Ну, пожалуйста, успокойтесь и живите до этого года. Четвертая информационная блокада. Настоящая информационная блокада для того, чтобы пробиться куда-то, газету, телевидение и так далее. Это огромные усилия дают минимальную информацию по России, по работе Российского Верховного Совета, правительства российского и так далее. Отказ Центра от совместных договоренностей. Хорошо. 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 Обвинялись, что вот Горбачев, Ельцин, надо смычку и тогда дело пойдет. Ладно. Сели пять часов, проговорились. Вопросов 30, наверное, или 40, я не знаю, значит, проговорили. Вроде так, более-менее принципиальные вопросы договорились. Конечно, не в ущерб суверенитету России. Не в ущерб. Не на его. Проходит время. Отказ от одной договоренности. Отказ от другой договоренности. Кстати, отказ от программы «500 дней», на которой мы договорились один на один, сидя пять часов. Говорю, как в отношении второго канала телевидения, передачи его России. Я твердо обещаю, все это последнее, больше к этому вопросу не возвращаемся. Вот так не возвращаемся, и канала так и нет. А Кравченко сейчас уже новый. Председатель Гостелерадио четко сказал, и не будет. Понимаете? И не будет. То есть явно затянул время. Мы бы за это время стали организовывать тогда свою, собственно, российскую телестудию, свою систему во всей России разворачивать и иметь какую-то информацию, тогда свою российскую систему информации. Так нет, все эти вот обещания в течение полугодия, вот приводят к таким результатам. Короче говоря, не получается у нас договоренности. Я считаю, не по моей линии, я предлагал и шел на встречу, и первый руку протянул, и первый шаг сделал, давайте действовать вместе. Но потом этот обман, прямо глазам в глаза, сначала, так сказать, обещание, а потом обман, так и договариваются люди на государственном уровне. Это невозможно. Это невозможно. Конечно, я этим не говорю, что надо прекращать диалог. Нет, надо стремиться к диалогу, надо искать какие-то, все равно, значит, пути решения вопроса, потому что на пути конфронтации мы все равно не решим проблемы. Мы, я прекрасно это понимаю, но я вижу, насколько тяжело сейчас стало с президентом решать вопросы. Подобная политическая логика привела к событиям в Прибалтике. Данная логика может иметь свое продолжение. Это просто была задумана, так сказать, как бы тренировка. Три Прибалтики, а потом уже пойдем дальше. Это хорошо, что вовремя Россия подставила свое плечо. Это хорошо, что Россия вовремя сказала, и я ему в эту кровавую ночь сказал, нет, Россия в стороне не останется. Потому что понимаешь, что она потом будет. На очередь. И та пропаганда, которая сейчас идет, распространяется различными органами, что Ельцин предатель русского народа при Балтийских республиках, это, конечно, не только оскорбление, это просто наглая ложь. Потому что тысячи солдат, наоборот, спасены. Спасены, остались живы. Мало того, их потомки не будут стыдиться за то, что они не участвовали в этой кровавой войне. Не участвовали. И договоры с прибалтийскими республиками, наоборот, снимают вопросы дискриминации русского населения. Наоборот, у нас появляется договорная система и связи, и юридически мы можем уже предъявлять какие-то претензии, если действительно там какие-то есть проблемы по проживанию или работе русского населения при Балтике. Это защита русского населения, поддержка русского населения со стороны России, а не наоборот, не предательство. И это спекуляция на этом. И, конечно, бесстыдная спекуляция. Затянули формирование российских правоохранительных органов. Хотя вчера утвердили председателя комитета по обороне и безопасности России. Народный депутат Российской Федерации, генерал-полковник Кобец, Алексей Константин Иванович. Мы все время пытались затормозить сползание вправо, чтобы сохранить саму возможность проведения реформ. Для этого пытались сохранить и диалог с центром. Но когда на вопрос упор, почему же вы сползаете, гражданин президент, вправо, странный был ответ. Так весь же народ вправо идет. Я говорю, может быть, это с Кремля так убедится. А если с народом, так глазу на глаз. И если глаза правильные. То, конечно, это не так. Наоборот, народ политизируется. Наоборот, безусловно, от центра идет ревей, требует реформ. Безусловно. Демократизации. А не той жесткой централизации, той структуры, той системы, которой мы уже наглотались за эти 73 года с достатком. Да с таким еще, что так больше жить нельзя. Пошел процесс заключения договорных отношений с республиками. Потому что мы считали, что союзный договор, долго еще процесс пойдет по его заключению. Много проблем. Каждая республика имеет свой вариант этого союзного договора. И пока их состыковать, много времени уйдет. Уже, я считаю, по вине руководства пять республик, уже вытолкнулись союзы. Вытолкнулись. Если бы правильная была политика с самого начала, то они бы остались. Особенно подписав экономическое соглашение как базу. Потом можно было перейти к союзному договору. А так сейчас уже ясно видно, что пяти республик не будет в союзе. Мы за союз. Да, за обновленный только союз. Не за такой центр, а вот за такой. Раз так, союзного договора, видимо, придется пока долго ждать, но время не ждет. И мы пошли по линии заключения договоров с республикой, с каждой, двухсторонних договоров. И заключили договора с Украиной, с Белоруссией, Казахстаном, Молдовой, Латвии, Эстонии. Сейчас готовится Литва, Азербайджан, Армения. А может потом и с Америкой, конечно. Узбекистан. То есть от этой вертикальной, жесткой связи командно-административной системы, именно чтобы разрушить эту систему, перейти на горизонтальные связи республики, предприятия, организации и так далее. С минимальным числом, так сказать, бюрократов над этими структурами. Вначале аграрная реформа. В ней заложена равенство всех форм хозяйства. Всех форм. Мы считаемся только по этому пути надо идти. Надо разрешить частые собственности. В конце концов, от этого пугала надо отказаться от этой доброй. особый разговор о ценах. Цены растут и растут сильно. И мы считаем, что опять это ошибка, которая связана с тем, что не была принята программа 500 дней, где все четко было расписано. Какие цены ряд опускаются свободно, а какие, особенно на предметы первой необходимости, какие четко фиксируются и ни в коем случае цены не повышаются до того времени, пока полностью не перейдем на рынок в течение там может быть двух-трех лет. Отказавшись от этой программы, и я думаю, что это было задумано еще до того, как была поставлена подпись в том числе и президента. Сначала затянуть, а потом отказаться, разорвать. И сейчас, конечно, развязывать руки делать с ценами что хотят. Этот процесс уже начался. Если характеризовать кратко, то нашу линию можно бы выразить следующим. Мы привержены пяти главным принципом. Первый принцип — суверенитет России. Как ни трудно, но его надо отстаивать, потому что Россия никогда не имела своего государственного института государственных, своей государственности вообще была придатком центра. Мы посмотрели два столетия. За два столетия в России было 16 реформ. и ни одна не была доведена до Кадыстана. Вот потому-то и нужен нам суверенитет России, чтобы мы бы сами распоряжались своей судьбой. Каждый человек, каждая семья, каждое предприятие, район, город, область, республика в целом. Только так мы можем выйти из этого положения. Второе — это реформа. Не поддаться все-таки сейчас сегодняшнему настроению руководства страны пятница назад. Затормозить процесс реформ. Нет реформы, только реформы. Иначе опять мы придем к тому положению, в котором были, а это значит мы будем жить еще хуже. Социальная защита граждан — это третий принцип. четвертая — правовое государство. И пятое — это диалог. Диалог со всеми партиями, общественно-политическими организациями. Диалог и с руководством страны. Диалог и с президентом. Диалог с другими структурами. Мы готовы для диалога только на добросовестной основе. На честной основе. сегодняшняя Советская Россия это письмо генерала. Я должен вот и перед вами и всем средствам массы информации и союза и мира заявить. По обоим пунктам это ложь. первое что Ельцин за то что когда он призывал при Балтике его обращение к военнослужащим он призывал к неповиновению. Это в обращении не было это значит что это ложь. И второй вопрос там сказано что я на Верховном Совете поставил вопрос о создании российской армии. Это тоже ложь. И доказуемая ложь потому что все записывается и все стенократируется. Стыдно генералам подписываться под такой ложью. В настоящее время с одной стороны авторитет центральной власти стремительно падает, другой в цели сохранения власти центр идет на все. Построение демократического государства в отдельно взятой республике или даже в группе республик блокируется либо танками либо группой депутатов Верховного Совета. Не стоит ли в этой ситуации официально уйти в оппозицию и бороться за власть во всей стране? Нет, не надо на эту уличку попадаться. Надо бороться на свой журналист. Вот, ни шагу назад. И мы еще разберемся куда менее чем за год вывезли 200 тонн золота за пределами нашей страны. Золото миновать. Надо найти виновника обязательно. А он, кстати, на ряду. Конечно, после такой встречи никаких сомнений нет, что надо бороться дальше, ни шагу назад за суверенитет России. До нас живут России. Спасибо вам. ят, ГОЛОГО ЗАЛАЕ! ГОЛОГО ЗАЛАЕ! РАЗНАЛАЕ! Субтитры создавал DimaTorzok